Так, чем мне нравится Android версия 4.4.2? Ну, шустрость это, конечно, да? Куда уж без неё. Особая версия, которая установится на Chuwi, она уже заранее срут. Вот это тоже хорошо. Экспозит инсталлер, когда на неё поставили, само собой, поставили Gravity Box. У нас много чего поменялось в шторках. Вот какие шторки как бы можно сделать. Часть уже убрана, ненужных функций телефонных, например. Переключение поворота, зараза не убирается. Так, это, извините, Wi-Fi забыл включить. Ладно, пока он грузит. Ну, загрузил? Вот тебе и на. Нормально, всё зашибись летает, а погода тормозит. Ну, да, народ. А, ну, вот и погода вам. Ну, короче, всё, прогрузилось. Далее. Настройки. В настройках появилось переключение в другую среду. Из Далвика. Господи, где ж ты? Нет, народ, с утра нельзя это всё делать. А, вспомнил. Для разработчиков. И вот, использовать среду. Выбранный якобы Далвик. Ну, переключение в арт. Когда делал первый раз, тормоза были как положено. Такое чувство, что переключился. Но почему-то сироп ставит якобы у меня Далвик. Поэтому я не знаю, переключился я или нет. Могу сказать одно, что многие пишут, что ещё сыровато, прошивка не доделана. Не знаю, я багов не вижу ни одного. У меня всё работает. Причём проблем вообще никаких. Самое интересное, что он определяется теперь как на Эксус. Соответственно, в маркете больше игр стали соглашаться, ставиться. Программа-то это почти все ставят. Ой, ставится. Где он тут? Ой, не то. Вот, Нексус 7. Ну и из маркета ставится то, что до этого не хотел. У меня, например, в предыдущей прошивке 5.3. Не будем говорить, какой версии. Чтобы не делать рекламу. Не ставились Angry Birds. Они говорили, что типа мы на вашу железку не подходим. Ну это в маркете, само собой. Ну ничего, здесь ставится. Поэтому, кто там говорит, что на 4.4 у него не всё идёт, я не знаю. Я пока видел, что всё идёт. И проблем никаких ни с чем я не видел. Ну сейчас проверка браузера. Ну само собой на моём сайте. Как же без рекламы-то. Кстати, если находите на сайте баг, сообщайте хоть. Пригодится. Потому что я его как бы всё-таки настраиваю. И напоминаю, что всё, что использовалось в видео, ну, в части программ, можно найти у меня на сайте. Если кого интересует, как выполнена система навигации по сайту, то вот. Если вас интересует какой-то телефон и программа на него, вот справа идут марки телефонов. Нажимаете, например, вот на Samsung. Попадаете на форум. Раздел Samsung. Пока только старая моделька. 5500, которая у меня была первым Android. На ней я и раскрутил свой канал в YouTube. На неё уже десятки тысяч просмотров. Но если будут вопросы про другие модели, они там, соответственно, тоже появятся. Если у кого-то просто один из частых вопросов, вот, фак, frequency, escape question, по-моему. Если просто что-то непонятное узнать, что не является частым вопросом. Тут есть пунктик балл, толка. Тут даже можно и не про телефон, про что угодно можно спрашивать. Всё как бы в виде жилочков. Потом реклама всех наиболее популярных моих групп с контактом здесь. Опять же, соответственно, можно, кладкаем, переходим туда. Ну, что нарисовано, короче, то и откроется. Так, ладно, вернёмся к нашим баранам. Вы видите, плавность работы, всё, зашибись. Как всегда, этот, господи, флэш не работает в хроме. В штатном браузере работает. То есть, всё как обычно, всё как у людей. Что у нас тут появилось? Ну, изначально встроена блокировка рекламы, из-за которой, за заразу, у меня вся реклама на сайте не видна. Ну, хрен с ней. Зато людям полезно. Инструменты разработчиков. Ну, это, скажу так, я доставил. Пытался понять всё-таки, Даталвик у меня или арт. Честно признаюсь, пока так и не нашёл, чем проверить, переключился ли я на арт. Или всё-таки у меня что-то не срастается. Ну, подумал в то же время, да и хрен с ним. Работает здорово и ладушки. Что ещё? Встроен випер, улучшалка звука. Ну, это, опять же, спасибо не Google. Спасибо тому, кто лепил эту прошивочку. Первый запуск. Поэтому, извините, придётся подумать ему. Так что, можно рассчитывать, что она будет хорошо работать, раз она изначально встроенная. Ну, что дальше? Проверка на простейшем. А то бывали прошивки, где даже эта игра вылетала. Напомню, аппарат этот, Чуви, 88-й. Причём, по-моему, ни HD, ни S. Один из первых. Ладно, дети вроде спят. Можно звук выключить, в принципе. Ну, то есть, всё видно, да, что всё работает. Ну, опять же, на таком железе она обязана работать. Ну, это к вопросу, что якобы 4-4, много с чем не совместим. Не знаю. Я пока не нашёл, чтобы здесь не встало. Ну, всё. Хватит. Скайп, само собой, тоже работает. И да, кстати, немаловажная вещь. Где у нас ярлака, ярлака нет. Люди обратили внимание, я проверил, и на самом деле, наконец-то, починили камеру. То есть, камера, наконец-то, видит. И видит довольно-таки неплохо. В частности, сейчас он, даже на его чехле. Покажу, что можно сфокусировать прямо даже на чехольчике. Ну, берём детскую обракадабру. Я забыл камеру же слева. Ну, видимо, да? Что, наконец-то, уже всё видно. И автофокус вроде как работает. Может, и медленно, но работает. То есть, конечно, это вам не 5 мегапикселей, как на телефоне. Но уж и не 2. Короче, качество нормальное. Наконец-то. Потому что такого в чё в этом раньше не было. Вот как у нас настройки в камере происходят. Нажимаем палец и держим. Два варианта. Настройки. Тогда их дофига становится. Или просто переднюю камеру перевернуть. Если настройки, то опять же. Навигацию включить, отключить. Таймер. Размер изображения, кстати. Вот. К вопросу о том, какие тут бывают варианты. Потом баланс белого. Тоже возможны варианты. Режим съёмки. Ночь или обычный. Вот так вот. Так что камера стала хорошая, наконец-то. Вторая жизнь нашего Чуви. Ходи уже. Ну и к вопросу про птичек. Ненадолго покажу. Что они на самом деле работают. И вот. Не выпендриваются. Ходи уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Придется так... Ну ладно... Но самое интересное, конечно, это железная часть. Например, как тут память перефигачили. Здесь, конечно, засланка. По-другому просто мыслей даже нет. Видите, свободно 12 гигов. Это под программы-то. Кому-то это не нравится, мне лично очень нравится. То есть можно бесконечное количество программ ставить, они все влезут. Ну а оперативка как была, само-самой. Штатно изначально стоит CPU-твикер системный. По-моему. Или он как-то когда становится, становится системным. Ну суть какая, меня задолбал, я его отключил. И подтверждаю, да, что людьми замечено, что прошивка не хочет разгоняться дальше 1400 сама. Только если принудительно поставить. В автоматике она говорит ей 1400 выше крыши. Ну, может ей так и правда хорошо. Что еще, HDMI? Предлагает честное 1080. Ну, надеюсь, что он правильно говорит. Появился в меню пункт «Общие» с выбором ланчера. То есть уже не надо ставить программу для переключения, если вы забыли как сбросить умолчание. Что дальше? Как всегда счетчики. Bluetooth, кстати. Многие пишут, что там не работает еще что-то там, фиксы какие-то делают. Я не знаю. Или тут фикс уже стоит, или он у меня работает. Но, объясняю, первый раз, конечно, он включился, подумал, выключился. Как и у всех, судя по видеоролику. Вот, пожалуйста. Но если мы нажимаем второй раз, сейчас. То со второго раза он у меня уже даже и гарнитуру нашел, и с ней работал. Ну, да, я сейчас еще пять раз понатыкал, он еще будет включать-выключать. Но суть какая? Просто надо ткнуть и подождать. И не спешить. А то все нервничают. Еще, еще, еще. Начинается, как у меня, такая вот головомойка. Так что, народ, просто не спешите. Вот, пожалуйста. Видите, когда он просчитал все мои нажатия, он наконец-то показал, что последняя гарнитура Jabra 2045 подключалась и работала. Так что просто не спешите. И все будет. Скриншоты. Ну, как всегда, работает та же комбинация, которая многим задает вопросы. То есть громкость. Минус, наверное, да. И питание. И все. И вот у нас скриншотик. Нахрен он нам не нужен. Отодвигаем. Возвращаемся к нашему барану. Которую громкость. И, кстати, расширенная регулятор громкости тоже. И этот. Как он называется-то? Господи. И с экспозита, короче, модуль. Название забыл. Пофиг. Главное, что это все настраивается. В отличие от прошивки 4.1, где только часть функций включается. Тут все работает. Далее батарейка. Ну, я думаю, оно само за себя говорит. Все работает, оно неплохо. Само собой, если гонять, как я вас, с фильмами из интернета, оно будет быстро съедаться. Приложения все видели, все они есть, все работают. Приложения дофига ему. Типа, пофиг на это все. Появились владельцы. Это меня радует. То есть, можно на несколько человек одну систему использовать. И каждый при включении своей щетки будет входить как бы в свой рабочий стол со своим набором программы и все такое. Ну, короче, это то, что уже появлялось периодами в 4.2.2. 4.3, к сожалению, не лапу, ничего не скажу. Но в 4.4 я вижу, что оно точно есть. Мультиоконности в этом варианте нет. Ну, честно говоря, я ее поставил 4.2.2 с мультиокнами. Поигрался и понял, что это бред никому не нужный. Вот это вот намного лучше его заменяет. Потому что вы все равно не можете... Вот, допустим, 4 окна открыто. Вы не можете с 4 окнами работать разом. Вы все равно либо там, либо там, либо там, либо там. А кто мешает через эту кнопочку переключаться? Никто. Поэтому мультиокна, надеюсь, уйдут в небытие. Или они будут так для красоты. Местоположение. Ну, GPS-а здесь нет. Так что... Ну, чтобы видно программы, которые запрашивали мое местоположение, это уже тоже интересно. Ладно, блокировки экрана, какие у нас тут есть. Фейс-контроль. Ну, короче, все как было. Само собой отпечатка пальца нет, потому что и самого сканера отпечатка нет. Клавиатура бэкновенная, скажем так. Восстановление и сброс. Ну, все понятно. Аккаунты тоже ничего нового не несут. Дата и время типичны. Кстати, не забывайте, если вы криво поставили дату и время, будут проблемы с GPS-ом. И еще, возможно, с какими-то программами. Ну, что у нас тут есть? Ладно, появился пункт печать. Вот что необычное. И причем, когда у меня был включен комп, я точно видел все принтеры. Меня это удивило. А, ну вот и сейчас даже. То есть, принтеры, которые когда-то были в сети, он их запоминает. Можно послать, видимо, на него задачу. Как только принтер окажется в сети, я так понимаю, что он воспримет эту хрень и распечатает то, что было с данного. Причем, принтеры, замечу, вот это не сетевые. Это принтеры, подключенные к системному блоку. Видимо, они светятся в роутере и цепляются здесь автоматически. По системе, что было. Давайте попробуем. Нажать, что будет. А, ничего не будет. Видимо, нужно, чтобы он все-таки был онлайн. А у меня онлайновых нет. Хотя, у меня же задачи на печать-то нет. Тоже интересно. Ладно, быстро покажу, что такое для разработчиков. Потом попробуем что-нибудь на печать отсылается или нет. Ну, тут, в принципе, все типично. Да. Ну, а в планшете мы уже были. Вновление системы. Само собой, не работает. О, новая тема. Круто. Вот. Для тех, кто спрашивает. Как открыть режим разработчика. Вот номер сборки. И много-много раз тыркайте. И он сразу оповещает, что он будет включать, не будет включать. Просто частенько в группах спрашивают. Типа, у меня почему-то нет режима разработчика. Как его активировать? Вот. Находите. А планшете. Номер сборки. Ну, или там, о телефоне. И тыркайте. Это как бы спрятано немножко. Ну, Wi-Fi, само собой, идеально работает. Вы видите, ее в сети. Так, попробуем что-нибудь распечатать. Для начала надо чего-нибудь набрать. Для этого нам нужен блокнотик. Смотрим, есть ли в этой прошивке блокнотик. А, кстати, у нас есть офис. Кстати, изначально тут тоже стоит офис. Только нет. Так называемый быстрый офис. Ничего, это я нажал. Ну, там открылся документ. Посмотрим, есть ли тут печать. Ну, печать. Пожалуйста. Уу, нет. Нет, он не умеет, значит, с принтером работать. Этот офис. Откроем встроенную офису чего-нибудь. Понятно, не откроем, значит, наберем. Вот, пожалуйста, значит, вот почему этот офис стоит. Он работает с ними. И, пожалуйста, нажимаем печать. Я так понимаю, теперь, когда принтер рубится, он захочет распечатать мою бракадабру. Ну, ладно. Надеюсь, меня принтер простит. Скайп, опять же, работает. Поэтому я не знаю, кто тут пишет, что что-то не работает. Все работает. Что еще у нас тут есть. Ну, могу сказать, одно, несколько утилиток. Я даже не понял, зачем. Например, что за энтропификсер или энтропфиксер. Да ну его нахрен. Еще что-нибудь тут наковыряю. Контакт плюс тоже было встроено. Ага, фейсбук. Гугл плюс. Спасибо. Ну, контакта хватает. Файл менеджер, который нам дали. Тоже такой тугой для понятия. То есть надо изначально вот подниматься наверх, потом уже выбирать свою папку. Ну, ничего. Зато имеет полный доступ по всему. Часики. Так, что еще? Как у нас рабочий ствол тут выглядит, редактирование? Вот. Если бы был не один, можно было бы двигать. Слушайте, очень сильно напоминает один рабочий ствол, который тут недавно ставил. Офигеть. Значит, там один в один скитката собранный рабочий ствол. Прикольно, молодцы, ребята. Просто я себе на телефон ставил недавно. Такой же ланч. Видимо, отсюда его и выгрызли. Ну, что, виджетов порядочно. Какие были, те и работают. То есть ничего не изменилось. Теоретически все хорошо, все здорово. Напоминает, у меня что-то с двумя гигами оперативы, поэтому можно не задумываясь открывать приложения, блин, и не закрывать их довольно-таки длительное время, пока и штук 30 не наберешь. Мало ли кому интересно, как выглядит здесь календарик. Наленький, кстати, прикольно выглядит. Калькулятор. Ну, сразу синусами и косинусами. Что еще на голосовой поиск? Америка. Извините. Америка, где ты? Нет, ну Америку-то он написал. Америка, открыть. Извините. Америка, открыть. Нифига себе. Она еще и говорит. Кто открыл Америку? Работает здорово, народно. А, тут, видите, голосовой метки нет. А то бы проиграл бы, видимо. Вот так вот. Голосовые функции 4.4 уже на русском базарят. Так. Ну, что еще можно сказать? Диктофон штатный. Плэрмакет, отлично работает. Работ-меню нам поставили заранее, чтобы можно было перезагружаться в рековре и так далее. Извините. Google Keep. Что это? Прикольно. То есть, делаете заметку, он записывает, где вы ее сделали, если бы был GPS. GPS-то нет. Значит, будет записывать примерно, по данным из сети. Ну и, да, сама Gravity Box, вот чем я все и настраивал. Да, не странно, тут даже все работает. Тут можно такого понаворотить, что на его нахрен. Ну, короче, мой народ, могу сказать одно. Ну, если есть вариант перейти на 4.4, я всем советую. Потому что тут лично я, как вы видите, считаю, в восторге просто от этого всего. Умное радио, что это значит? Ага. Прикольно. Прикольно. Ай. Какая снизу футбол. Прикольно. Прикольно.